Великая Отечественная война рано сделала многих ребят взрослыми. Одним из таких детей стала Зоя Варламова. На днях Зоя Алексеевна отметила свой 90-й день рождения. Она родилась в Богданихе, была младшей дочкой в семье. Юная Зоя летом помогала родителям работать в колхозе, а зимой училась. Жизнь была спокойной и размеренной, пока 22 июня 1941 года не прозвучала страшная новость о начале войны. Как радио заговорила, такие были ропорты. Война. Ну что, слезы все. В это время Зое было всего 11 лет. В военные годы она усердно трудилась в колхозе. Учиться времени уже не было. Зоя Алексеевна прекрасно помнит это время. Все работали. Голодали. В войну голодали. И после войны голодали. Еще хуже. В колхозе давали одни палочки. Все давали. Три мешка картошки и три мешка капусты. На всю зиму, пожалуйста. Отработала. И ничего. Больше ничего не давали. Ничего. В колхозе не было ничего. Послевоенное время было не менее голодным. Зоя Варламова продолжала работать в колхозе до 1963 года. Это время свою молодость она считает счастливым. С улыбкой вспоминает и работу на молотилках, куда посылали самых крепких. Звеневой была. И на нас только колхоз содержался, на молодых. Тогда мужиков-то не было. А мы одни пололи, собирали. Именно в то время она и встретила своего будущего мужа Алексея, который приезжал к ним на танцы в клуб. Он работал на московском коксогазовом заводе, за что получил квартиру в городе, куда и переехал с Зоей. В день рождения Зоя Алексеевне вручили медаль к 75-летию Великой Победы, подарки и письма от президента Российской Федерации Владимира Путина и администрации Ленинского района. Несмотря на тяжелое детство, она осталась добрым и позитивным человеком. Жизнь свою считает ничем не хуже, чем у других. Счастья всем желаю. Никогда не ругаюсь. И ни с кем я не поругалась. Главным в жизни Зоя Варламова считает работу. Несмотря на возраст, она до сих пор трудится на своем приусадебном участке. В 90 лет у нее одна мечта – жить и радовать родных людей.